Всем привет, мои дорогие пользователи! У нас на обзоре шикарные кварцевые часы Pagani Design. Есть также Apple Watch Ultra, Mi Band, коллекция моя и, наверное, что-то еще, то, что я нашел. Сегодня речь пойдет о Pagani Design. Это шикарнейшие часы, посмотрите просто на упаковку. Просто премиальная упаковка, очень красивая, сделанная под кожу. Смотрите, как открывается, обратите внимание на обделку этой коробки. Прям как премиальная салфеточка стандартная. Единственное, я вообще не знаю, зачем и не надо, чтобы протирать часы, но никогда этим не занимался. Будет у нас как подлежечка. В комплекте идет отвертка, чтобы наш шерменник укорачивать. Я уже это сделал, подогнал под свою руку. Сами часы видим в шикарнейшем дизайне. Давайте, кстати, ну раз мы их уже ударили немаленько. Тут керамический бетель. Это дорогая составляющая часов, очень дорогая. И если ее так бахнуть, как я только что, то он может спокойно расколоться. Сапфировое стекло, искусственный сапфир. Тоже он не царапается, но тоже можно его расколоть, поэтому с ними надо быть очень аккуратными. Книжечка сделанная под кожу, кстати, обложка, да, где пишется как, что там с часами. Какие там характеристики, как пользоваться этим хронографом. Это очень важно, кстати, потому что это такой механизм, который можно поломать. Хронограф это очень популярный вид часов с хронографами. Очень ценится. И наша гарантия, которая, честно сказать, абсолютно бесполезная. Это есть мировая гарантия. У нас в Украине тоже она продается, но она не заполнена. Видим, как все сделано презентабельно. И, естественно, я уже укоротил вот наш браслет. Если вдруг... Тут магнитик есть, кстати. Вот, видите. Если вдруг буду продавать, да, кто-то может вернуть все обратно. У кого такая толстенькая рука. Коробка просто шикарная, премиальная. Все сделано, ну, классно. Судя по тому, что в Китае есть во много раз дороже часы, те же самые Light, это ужасные часы, там где ремешок просто спустя неделю кроется пятнами. Эти часы стоят не такие супер дорогие, как Light, но во много раз лучше. Причем здесь на борту механизмы Seiko японский VK63A. Это шикарно. Это просто очень дорого и очень классно. Сами часы у нас сделаны из нержавеющей стали. Нержавейка. Сзади у нас, кстати, вот такая у нас застежка, видим, которая у вас никогда в жизни просто так не расстегнется. Отполировано. Фасочки такие красивые. Так, и тут у нас гравировка очень качественная. Есть часы разной комплектации. Ну, китайцы закупают многие запчасти с разных часов. И разные стрелки, разные цвета, разные цвета дисплея, разные цвета хронографа. Мне тоже позже, может быть, куплю. Не знаю, правда, к золотому цвету уже пойдет, не пойдет, к серебряному точно. Но мне под костюм надо, поэтому в основном я это и брал. Где-то уже замазал. С ремешком с каучука. Очень классно. Касси у меня на канале были, хорошо выглядит. Есть гравировка, очень качественная, но она мне не нравится. Когда пальцем вот так трете, это раздражает. И плюс на эту гравировку будет забиваться, мне кажется, грязь со временем. Спорт, типа часы для спорта. Ну, так и есть хронограф. Хронограф по-другому назвать нельзя. Но это как бы часы больше под костюм. Вот. И хронограф, вы, правда, пользуетесь хронографом? Я думаю, нет. Я самим никогда не пользуюсь. Есть секундомер, есть часы. Есть таймер, есть окей, гугл, скажи нам то-то и то-то. Надеюсь, он сейчас не заработает на телефоне. Поэтому хронограф это так чисто для, ну, чисто для красоты. Вот такой красивый вид наших часов. Видите, да? Сфотикаю. Объясню, как работает хронограф. Тут у нас водонепроницаемость до 100 метров. Под крышкой есть резиночка. Крышку открывать нужно специальным детским мячиком или специальным крючом. Браслет хороший, но не такой классный, как в ориентах. Анна, подождите. Ты уже поцарапал чешо. Минуту. Сделаю обзор. Я их носил буквально сегодня утром. И нигде не ударял. Да. Смотрите. Уже немного поцарапал, чтобы вы знали, что к чему. Браслеты, конечно же, меняются, но они стоят. Оригинальные браслеты от Pagani Design не очень дешево. Он уже поцарапался. То есть, чтобы вы понимали, напление здесь есть. Оно не будет, как китайские часы разной цены, покрываться точками. Но за утро я руку ложил на этот стол. Видим, да? В ориентах. Там браслеты много раз добротней. Позолоченные у меня были ориенты. Дайверские. Там такого не было. То есть, понятно, что ремешок можно поменять. Но оригинальные ремешки этих часов стоят недешево. А видим, что с ними происходит. А к золотому цвету ремешок, я не знаю, каучуковый, черный, наверное, не сильно пойдет. Нужно брать только такой. Даже серебряный уже не возьмете. Поэтому это недостаток такого цвета, по сути. Идет только золото. Навряд ли этот каучуковый пойдет. Менять можно 20 миллиметров. Любой ремешок подойдет. Но как любой? Не любой. Наверное, только оригинальный. Видите, как они тут сделаны? Чтобы соблюсти то, как здесь есть все, нужно брать определенный ремешок. Видим. Есть плюсы и минусы. Сам механизм шикарный. Сейка, сапфир. Безель, керамика. То есть, это очень круто. Но во всем остальном ремешок, как показал утреннее ношение, китайцы с этим еще не разобрались. Материал. Тут видим, видите меня, да? Привет. Зеркальная полировка. Она очень качественная. Без каких-либо задержек. Но она очень мажется. Оставляет на себе отпечатки. Также здесь есть... Конечно, называется... Забыл. Сейчас, сейчас фаска. Стекло. Сейчас. Я и пока вспомнил. Видим, есть сатинирование. Вот здесь. Да, только здесь. Не знаю, плюс это или минус. Во всем остальном все то же самое. Браслет можно спокойно откручивать с помощью нашей отвертки. Вот эти болтики. И менять или вставлять. Браслет вы уже поняли. Да, видим, уже есть царапины. Сам механизм часов классный. Но рекомендовал, наверное, брать серебро. Оно уникально для всех случаев. Хотя, 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 если это мы снимем... Да, а, вот это полностью снимется. Да, и в принципе к золотым можно спокойно поменять силиконовый ремешок или каучуковый. Будет красиво. Наверное, скоро придется заказать. Потому что часы мне очень понравились. Я думаю их оставить себе. Это копия Rolex Daytona. Но есть отличия. Тут нет названия Rolex. Нет названия тут над этим третьим дисплеем на 6 часов. Дайтон. Отсутствие даты в Rolex Daytona. И Rolex Daytona механика. Это кварц. Объясню, почему я взял кварц в этот раз. У меня было куча часов с механикой. Те же ориенты. Во-первых, они дороже. Но, в принципе, это не имеет значения для меня. Во-вторых, я ношу часы редко. То есть, я, бывает, ношу их 2 раза в неделю, а то и 1 раз в неделю. И механику постоянно нужно телепать. Хотя у меня был ориент 100 метров, 24 часа держал заряд. Но все равно мне не хватало, естественно. Поэтому я взял в этот раз кварц. Мне они больше подходят. Преимущество этих часов – это хронограф. Что такое хронограф? Ну, если просто, это секундомер. Это самый простой хронограф. Тут, например, у нас видим основная наша головка, которая можно регулировать дату, время. Она откручивается. Вот тут есть, видим, да, резиночка на этой головке. И два щелчка. Раз, щелчок. Мы настраиваем дату. Видим, да? Дата у нас настраивается. Дата ничем не выделена. Я бы выделил, может, цветом каким-то другим хотя бы. Еще один щелчок. У нас настраивается время. Вот. Взбивать сейчас не хочу. И закручиваем, потому что водонепроницаемость 100 метров. Также у нас пушеры есть два, которые отвечают за старт, стоп хронографа и сбой хронографа. Они откручиваются, видим, да? Такая вылазит тоже заводная головка, заводной пушер. Он полностью вылазит до конца. Это нужно делать по-другому. Хронограф не включится. И включаем, например, хронограф. Хронограф, по сути, это секундомер. Зачем он нужен, честно, я не знаю. Например, бегун бежит, да? И вы хотите засечь его время. Он пробежал там дистанцию. Стоп. Ага, засекли время. И все. И все. Вот у вас хронограф. У хронографа есть работающий дисплей на 60 минут. Есть разные хронографы. Есть хронографы на 12 часов. Есть еще один дисплей для хронографа на 30 секунд. Есть хронографы с двумя этими стрелками. То есть, один бегун пробежал, вы остановили. Другая стрелка хронографа идет. Другой пробежал, вы остановили. Есть хронограф, когда с одной стрелкой вы нажимаете, например, бегун пробежал, остановили. И стрелка резко возвращается назад и опять идет. Второй пробежал, остановили. Опять же, я не знаю, кто им пользуется. Например, вот, ну не знаю, вот, может вы яйца хотите закипятить. Да, вам нужно 5 минут, а сколько там яйца кипят. Вы включили хронограф и ходите в этих премиальных часах. Есть часы и за 500 тысяч гривен, и за миллион, тоже с хронографом. И одели специально эти часы и ходите, ждете, пока у вас яйца за это приготовятся. Ну, понятно, что вы не будете этим пользоваться. Тоже вы не будете хронографом на таких часах пользоваться, чтобы засечь дистанцию бегу на дистанцию лошадей. Или когда вы едете в другой город, например, да, у вас хронограф на 12 часов, есть дисплей. Вы тоже этим не будете пользоваться. Я не знаю, зачем хронограф нужен. Видим, прошла полный оборот стрелка, и у нас показала тут на минуту на минуту. Он у нас никак не настраивается, это самый обычный хронограф. Вот так сбивается, чтобы им пользоваться, так как это так же считаются дайверские часы на 100 метров. Все закручивается, завенчивается, чтобы не проникла сюда вода. Например, у нас так идет хронограф, мы нажимаем шлепс, и он возвращается ровно, ну, почти ровно, я бы сказал. Не знаю, вроде как ровно, на 0 секунд. Или 60 секунд. Он не сбивается. Но если он у вас собьется, ну, тут навряд ли он собьется. Обычно это сами вы настраиваете. Вы откручиваете заводную головку, там ставите на второе положение, на первое, и зажимаете, например, если у вас хронограф сбился, 2 секунды. Но здесь это не работает. Здесь обычный хронограф, который назад не возвращается. Тут даже стрелка, когда вы сбиваете или возвращаете в хронограф на 0, обычно в часах она проворачивается в Casio и в других часах. Тут она просто возвращается четко назад, как в специальном хронографе, который, я вам рассказывал, третий вид хронографа, который действует там же. Поэтому тут хронограф не настраивается. Если он собьется, я не знаю, что делать. Если механических собьется хронограф, это только мастерская. Но, по сути, здесь, если вдруг он собьется, это тоже. То есть он никак не настраивается, он резко просто возвращается назад. Но он тут есть, в принципе, нормально. Также у нас тут есть второй и третий дисплей. Есть дисплей, который день-ночь означает, 24-часовой. То есть, например, вы живете там, не знаю, на Северном полюсе, где непонятно, где день, где ночь, тогда он вам поможет. То есть благодаря этой стрелке вы можете понять, что 8 часов, 10, еще не 16 часов, значит еще день. Если там он будет где-то вот тут стоять на 23 часах, то вы поймете, что ночь. Потому что по основному дисплею, если у вас нету дня-ночи, вы не поймете. Как бы это тоже просто чисто все для красоты. Видим тут тоже гравировка на основной заводящей головке Pagani Design. Ремешок мы уже поняли какой. Что еще могу рассказать? Есть тут люминесцентное покрытие стрелок. Светится оно, так вы, наверное, не видите. Я на солнце его и не держал. Но оно светится, в принципе. А, у меня сейчас не работает. Очень тускло. Сейчас я заряжу немного. Так, немного на солнце подержал. Я не знаю, насколько люминесцент тут будет долго держаться. Но, видим, он работает. Ну, насколько долго он будет светить, без понятия. Также здесь нельзя настраивать на этом дисплейчике разное время. Есть такие, где можно настраивать разное время. Тут нельзя. Механизм Seiko VK63A. Точность хода от минус 20 до плюс 20 секунд на месяц. Где-то приблизительно так. Так, батарейка тут стоит SR93.6S. Вроде такая. Чтобы ее поменять, заведитесь детским мячиком. По-другому вы все поцарапаете. В принципе, хорошие часы. Благодаря шикарному механизму Seiko VK63A. По керамическому безелю. Это очень красиво, очень классно, очень дорого смотрится. Сапировому стеклу не везде ставится. Кстати, керамический безель в богатых часах. Классному сатинированию, классному зеркальной полировке. Это шикарные часы. Ремешок тут, конечно, огромный минус ремешку. Нужно его менять. Безель. Хронограф работает. Хронограф работает. Интересно. Он завенчивается. Тоже новый такой подход. Мне нравится. На руке смотрится, я бы сказал, шикарно. Вот. Где-то так они смотрятся на руке. На солнце будут блестеть, как у вороны. Но не хватит надолго. Огромный минус один. Вы поняли. Насчет веса. Они есть легкие. Я не скажу, что они тяжелые. 135 грамм. Всего лишь 135 грамм. Вот. Больше мне об этих часах сказать нечего. Я рекомендую. Если хотите купить, пошите. Продам по дешевке, если надо. Но вроде как планирую себе оставлять. Посмотрим. Чисто для ношения взял. Также пользуюсь Mi Band 8. И иногда Apple Ultra. Сели. Очень редко. Всем тогда здоровьечка. Па-па.